Носить погоны Анастасия Рогожина мечтала с детства, помогать людям соблюдать законы, быть примером для окружающих. В душе настоящая модница, делится секретом, как выделиться из толпы, даже если ты работаешь в органах. Каждая женщина, она всегда уникальна, и каждая женщина найдет, как отличиться даже из целого строя и даже целого батальона девушек, одетых в одинаковую форму. У каждой женщины какие-то хитрости, какие-то свои секретики. Где-то можем маникюр себе позволить, где-то можем украшения позволить себе красивые. Ну, в общем, стараемся как-то не отделяться от женщин, которые работают в гражданской сфере, и постараемся как-то так же подобать и выглядеть, как настоящие женщины. Стрельба из пистолета Макарова, плавание, тестирование на знание законов Российской Федерации, строевая и, конечно, физическая подготовка. Работа у этих девушек совсем не женская, но наперекор стереотипам им удается держать себя в форме и выглядеть на все сто. С женщиной надо оставаться всегда, несмотря на все тяготы службы. Это основное, что должно сохраняться в нашей системе, оставаться человеком. Ну и большое влияние, конечно, играет семья, потому что семья, она всегда рядом, она всегда поддержит, какие бы ситуации не случились бы в жизни, потому что работа – это рабочие моменты, дом – домом, но поддержка, она дает, конечно, роль, чтобы не потерять себя. Конкурс Мисс УИС проходит с 2004 года. В этом году 20 представительниц ведомства соревнуются в ловкости, меткости и красоте. Все усилия ради звания Мисс, первая и вторая вице-мисс уголовной исполнительной системы. Для многих участниц это преодоление себя, поскольку наша служба, вы понимаете, на первом месте ответственность, дисциплина, и уходит вот эта нежность, элегантность, пластика, женственность порой. И этот конкурс действительно дает возможность почувствовать себя девушкой, женщиной, красавицей. На следующем этапе конкурса девушки покажут творческое задание, будут танцевать полонез, дефилировать в народных костюмах, петь, читать стихи. Финал регионального этапа пройдет 31 мая. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События.